Девушки отдыхают Вот хорошо знакомое вам семя фасоли. Взгляните, как помещенное во влажную теплую почву, оно пробуждается, начинает двигаться, расти. Сначала прорастают корешки. Вот появился стебель. Вспомните, что происходит с клетками растения в момент роста. В верхушках корней стебля клетки делятся и увеличиваются в размере, удлиняются. Движение растений во время роста называется ростовым. Итак, вы убедились, растение постоянно находится в движении, растет. Всегда ли одинаково протекает рост? Оказывается, нет. Корешок обычно растет вниз. Но вот в почву внесли удавление. Корешок тянется к нему. А если в почву вынести яд, смотрите, как изменилось движение. А что влияет на стовое движение стебля? Обычно он движется вверх, навстречу солнечному свету. И как бы мы ни располагали растение, стебель его неизменно растет только вверх. При этом листья тоже поворачиваются к свету. В этом опыте солнце заменили обыкновенной лампой. Смотрите, растение тянется и к свету лампы. Такую тягу к свету у растений вы, наверное, не раз наблюдали и сами. Например, у подсолнечника. Его недаром называют цветком солнца. Он всегда как бы следит за солнцем. Некоторым растениям, чтобы тянуться к свету, расти, необходима опора. Это растение с длинным и тонким стеблем. Посмотрите, как они совершают ростовые движения. Субтитры создавал DimaTorzok Мы познакомились с вами с одним из видов движения растений, ростовым. В таком движении проходит вся жизнь растения.